В образовательных учреждениях набережных Челнов усилены меры безопасности. Так, во всех школах по периметру установлены видеокамеры. В некоторых работают сотрудники частных охранных предприятий. Новшества были введены после казанской трагедии, когда 19-летний парень начал стрельбу по детям и сотрудникам 175-й гимназии. Не успела страна отойти от ужаса, произошедшего, как накануне, подобная трагедия в Перми. Как отреагировали в челнинских школах и вузах? Подробности у корреспондента программы «Челны-24» Эльмиры Ганудиновой. Первая трагедия произошла в 2018 году в Керчи, затем в мае 2021 года в Казани. Спустя 4 месяца новое вооруженное нападение теперь уже в Перми, в ВОЗе. В память о погибших возле мэрии Челнов установили мемориал. Сюда челнинцы несут цветы, чтобы разделить горе вместе с пермиками. А в системе образования принимают меры, чтобы подобной ситуации не произошло в набережных Челнах. Так, в гимназии номер 2 все двери всегда закрывают на ключ. Проникнуть в эту школу теперь не так просто. По всему периметру – видеонаблюдение. Незамеченным пройти на территорию не получится. Всё просматривается. У нас 3 сентября стоит частное охранное предприятие, которое дежурит даже в воскресенье, в каникулярное время. Также родители, если захотят зайти в школу, то заходят они только по предъявлению паспорта. Записываем определенный журнал, и дежурный администратор их проводит. Родители детей оценили изменения, которые произошли. Но у них есть пожелания. Например, чтобы кадры видеонаблюдения в режиме онлайн могли просматривать сотрудники правоохранительных органов. На службу безопасности уже, может быть, наперед как-то реагировали на возможные последствия, которые в последнее время у нас в стране происходят. Вот не пускают сейчас. Не пускают. В школу номер 18 не пускают мам, пап, дедушек, бабушек и других родственников. Они ждут школьников на улице. Впрочем, взрослые не против. Лишь бы дети были в безопасности. В образовательном учреждении готовятся внедрять и новые антитеррористические меры. Выделяются деньги на электронные замки. То есть, уже с внутри можно будет кнопкой нажимать, открывать или не открывать двери. То есть, уже непосредственно контакт с людьми, которые идут. А пока пускать или не пускать пришедшего, решат сотрудники ЧОПа. Они дежурят по 12 часов. Пропускной режим, чтобы никто не проходил, посторонних не было никого, чтобы подозрительных предметов с собой не было. Вообще никого не пускаем посторонних. Увидеть, что творится на территории школы, можно на мониторах. Камеры видеонаблюдения передают четкое изображение. В случае, если кто-то появится с оружием, вахтер должен сразу нажать на тревожную кнопку. И ее мы показывать не будем в целях безопасности. Есть и несколько ручных пультов. Сторож, если пошел обходить по территорию, он может в любом месте нажать ее. В Набережно-Челнинском институте КФУ также усилены меры безопасности. Увеличилось количество охранников. Они могут проверить не только студенческие билеты или документы сотрудников ВУЗа, но и провести досмотр и использовать металлодетектор. Набережно-Челнинский институт КФУ является режимным объектом, где предусмотрена пропускная система как для студентов, так и для сотрудников ВУЗа. При подозрительном поведении осуществляется личный досмотр. Из городского бюджета в этом году выделят дополнительно более 200 миллионов рублей на модернизацию системы безопасности в учреждениях образования. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Тагир Бекметов, Челны, 24.